Дайджест недвижимости Об этом говорится в приказе Минэкономразвития, который публикует российская газета. Приказ разработан в преддверии государственной кадастровой оценки и мониторинга рынка цен на недвижимость. Информация будет размещаться Росреестром ежемесячно. Первые сведения за январь следующего года должны появиться до 15 февраля. По мнению экспертов, на основе сведений ЕГРН можно проводить качественный анализ данных и определять достоверную среднюю стоимость недвижимости. Но для этого надо рассчитывать стоимость в разрезе одного квадратного метра и ключевых ценообразующих характеристик, например, одна-двух-трехкомнатная квартира. И обязательно для каждого городского поселения и муниципального района. Пока такой подход документам не предусмотрен. Не разработан и механизм отсева недостоверных исходных данных. В Кировской области прокуратура привлекла к ответственности руководителя организации за незаконное строительство многоквартирного дома. Прокуратура Оречевского района провела проверку соблюдения градостроительного законодательства компании ИВИКОМ, которая строит жилье по улице Спортивная в поселке Стрижи. В ходе проверки выявлен факт нарушения статьи 51 градостроительного кодекса, предусматривающие обязательное наличие у застройщика разрешения от органов местного самоуправления. По выявленному факту прокуратурой в отношении директора юридического лица возбуждено административное производство. По результатам рассмотрения дела руководителю предприятия назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Дайджест недвижимости А сейчас информация от наших партнеров. В ипотечной корпорации стартовала распродажа залогового жилья, скидки до 30%. Теперь у каждого есть уникальная возможность приобрести на особых условиях недвижимость, которая находится в собственности ипотечной корпорации. Причем квартирами перечень такого залогового имущества не ограничивается. В разделе «Залоговое жилье» на сайте ипотека43.рф представлены и дома. В юридической надежности покупки можно не сомневаться. Недвижимость уже проверена. Купить комнату, квартиру или дом можно как за наличный расчет, так и с помощью ипотечного кредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Предложение ограничено количеством объектов недвижимости. Узнать подробную информацию, забронировать квартиру и получить консультацию по ипотеке вы можете в офисе акционерного общества «Крик». Город Киров, улица Ленина, 92, телефон 25-10-10. Дайджест недвижимости.